МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Автоматическая система торможения остановила грузовик во время наезда на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщают германские СМИ. Именно благодаря бортовому компьютеру удалось избежать значительно большего количества жертв. Тормозная система сработала после удара о первый ларек. Благодаря этому грузовик остановился уже через 70-80 метров. Напомним, во время похожего теракта в Ницце погибли 80 человек. Ранее СМИ сообщали о том, что избежать большего количества жертв помогло сопротивление водителя-поляка Лукаша Орбана. Также появилась информация о том, что напавший на ярмарку тунисец Анис Амри отправил перед началом атаки СМС. «Брат, все идет по плану, как того хочет Бог. Я в машине, молись обо мне, брат». Следствие пока не установило, предназначалось ли сообщение задержанному накануне 40-летнему тунису, который постоянно проживает в Берлине. Его, напомним, подозревают в причастности к организации теракта на рождественской ярмарке. Тем временем в Италии, куда направился после нападения Анис Амри и где был застрелен полицейскими во время проверки документов, полиция провела обыски в домах, в которых в 2015 году мог проживать берлинский террорист. В минувшую субботу службы безопасности Туниса арестовали племянника Аниса Амри и двух других подозреваемых. Теракт в столице произошел 19 декабря. Тягач с прицепом врезался в толпу на рождественской ярмарке. Жертвами нападения стали 12 человек, еще 49 были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство». В Германии стали меньше нападать на общежития для беженцев. Так, в прошлом году на центры для мигрантов напали 1031 раз, а в этом по состоянию на 27 декабря – 921. Основная масса нападений была совершена праворадикалами. Такие данные сообщило накануне Федеральное управление криминальной полиции. Однако правоохранители не уточнили, что стало причиной такой тенденции. В 371 случае было повреждено имущество, в 211 проводилась пропаганда нетерпимости. В полторы сотни случаев речь шла про правонарушения с применением насилия. Среди них 66 поджогов и 4 нападения с использованием взрывчатки. В 2015 году было зафиксировано 177 нападений на общежития для беженцев с применением насилия. Среди них 98 поджогов и 8 нападений со взрывчаткой. До начала миграционного кризиса в 2014 году было зафиксировано в целом около 200 нападений на центры для мигрантов. Основные поисковые работы в Черном море на месте крушения Ту-154 завершены. Найдены практически все элементы разбившегося лайнера. Также подняли на поверхность третий черный ящик, который оказался разрушен, однако информацию с него специалисты надеются расшифровать. В поисковой операции принимали участие более 3600 человек, 45 морских судов, 15 самолетов и 16 вертолетов. Из воды извлекли тела 20 человек и останки почти всех погибших при крушении Ту-154. Все они доставлены в Москву для опознания генетической экспертизы. Минобороны сообщило об отсутствии следов пожара и взрыва на обломках. Это говорит о том, что теракта на борту не было. Тем временем следователи рассматривают еще семь возможных версий катастрофы. Среди основных проблема с закрылками, которые не удалось убрать при взлете. Также не исключают версии об ошибке пилотирования, попадании посторонних предметов в двигатель и некачественном топливе. Следственная комиссия обещает в скором времени обнародовать официальные причины катастрофы. Самолет Министерства обороны России, направлявшийся в Сирию, разбился 25 декабря неподалеку от Сочи. На борту находились 93 человека, в том числе члены военного ансамбля имени Александрова, корреспонденты трех российских телеканалов, чиновники Минобороны и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза. Никто из них не выжил. На ОБСЕ напали хакеры. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, ее IT-системы пострадали от кибератаки. Организация назвала произошедшее серьезным инцидентом, угрожающим информационной безопасности ОБСЕ. Атака произошла еще в ноябре, однако стала известна о ней только сейчас. Французская газета «Лимон» сообщила, что за кибератакой стоят российские хакеры, которые называют себя «фэнси-бир». Однако в самой ОБСЕ отказались комментировать эти предположения. Хакерская группа «фэнси-бир» стала известна во всем мире после обнародования информации о случаях разрешенного употребления допинга спортсменами из разных стран. Тогда утечки произошли после обвинений в адрес России о массовых злоупотреблениях допингом в российском спорте. Германия, Россия, Украина и США являются членами ОБСЕ. Миссия организации работает на Донбассе. В ней участвуют около тысячи сотрудников ОБСЕ. Накануне газета «Вашингтон-Пост» сообщила, что США готовят санкции против граждан России, которые могли быть вовлечены в хакерские атаки на серверы демократической партии США. Напомним, ранее демократы неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи кибератак и публикации краденой переписки. Кремль не признает эти обвинения. Бениамин Нетаньяху упрекнул Джона Кэрри в предвзятости по отношению к еврейскому государству. Так, израильский премьер отреагировал на 70-минутную речь госсекретаря США, объясняющую решение Вашингтона не накладывать ООН. Принятый документ резко осуждает строительство израильских поселений на территориях, которые мировое сообщество считает оккупированными. По словам Кэрри, сейчас под угрозой оказалась сама возможность урегулирования давнего конфликта по принципу сосуществования двух государств для двух народов – израильского и палестинского. Правда в том, что сложившаяся обстановка, насилие, терроризм, демонстративное строительство новых поселений и кажущаяся бесконечная оккупация, вместе могут разрушить надежды на мир для обеих сторон и утвердить реальность, в которой существует лишь одно государство. А этого на самом деле не хочет ни одна сторона. Эбенимин Нетаньяху назвал речь Кэрри несбалансированной и заявил, что страшно ей разочарован. В речи, которая якобы была посвящена миру между израильтянами и палестинцами, госсекретарь Кэрри лишь вскользь коснулся террористической кампании, которую палестинцы ведут против еврейского государства почти столетия. На самом деле большую часть времени он упрекал Израиль в отсутствии мира и очень эмоционально осуждал стремление евреев жить на землях своей исторической родины и ее исконной столицы Иерусалима. Жители Иерусалима внимательно следили за выступлением госсекретаря США. Слова Кэрри о глобальной перспективе. И что важно для Израиля, его речь это то, как мир видит возможность урегулирования по принципу двух государств и вообще способ разрешения израильских проблем. Ну а на западном берегу некоторые сочли, что после резолюции ООН Штаты должны были безоговорочно поддержать Палестину. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно выражал несогласие с позицией администрации Барака Обамы по израильским поселениям. И обещал, что все изменится после его инаугурации. Палестинская сторона выразила готовность немедленно возобновить переговоры по урегулированию конфликта. Но лишь после того, как Израиль остановит строительство новых поселений на западном берегу и в восточном Иерусалиме. Жители Лос-Анджелеса несут цветы и свечи к звезде американской актрисы и певицы Дебби Рейнольдс на Аллее славы в Голливуде. Она скончалась на 85-м году жизни. Незадолго до этого она была госпитализирована с инсультом в медицинский центр Сидорс-Синай. Рейнольдс ушла из жизни спустя всего сутки после смерти дочери, голливудской актрисы Кэрри Фишер, исполнительницы роли принцессы Леи из «Звездных войн». В пятницу у нее случился сердечный приступ на борту самолета, после чего она три дня провела в больнице. По данным местных изданий, в среду Рейнольдс находилась в доме своего сына Тодда. Они обсуждали детали похорон Кэрри, когда 84-летней актрисе внезапно стало плохо. «Она захотела быть с дочерью», — сказал позже Тодд Фишер. Дебби Рейнольдс известна своими ролями в американских мюзиклах и комедиях 1950-60-х годов, таких как «Поющие под дождем», «Развод по-американски», «Непотопляемая Молли Браун». За роль в последнем фильме она была номинирована на премию «Оскар». Дебби Рейнольдс трижды была в браке. В 1955 году она вышла замуж за певца Эдди Фишера, от которого родила дочь Кэрри и сына Тодда. Они развелись в 1959-м после громкого скандала, связанного с романом Фишера и Элизабет Тейлор. Два последующих брака Рейнольдс распались из-за банкротства ее мужей. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. n-c.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин